Вадим Давыдов Вадим Давыдов, он, кстати, так же, как и Родион, очень многие свои бои вытаскивал тяжелые именно на характере. Вот когда, казалось бы, все, бензин на нуле, бить нечем, а находит, чем бить, вот в любом случае. Еще не будем забывать о том, что Вадим Давыдов сейчас боксирует в новой для себя весовой категории 70 килограммов, потому что Вадиму-то всего-навсего тоже 18 лет, он практически недавно закончил школу и вот-вот пойдет в университет. И к этому бою, кстати, надо еще сказать, что он подошел после, ну, буквально через две недели после выступления на Russian Challenge. Да, да, ну там, правда, поединок для него сложился очень легко. По на раунда. Да, 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 он там выиграл нокаутом ударом с колена и сделал сопернику очень сильное рассечение. Там у него никарагуанец был, ну, в общем, такой. Ух ты! Мощный новый фронт-кик от Шаокью и у Давыдов практически пол римба пролетел. Также Вадим Давыдов, который является, кстати, выходцем из тайского бокса и выигрывал он чемпионат Москвы. И говорил Вадим Давыдов, кстати, что будь его воля, то он бы лучше выступал по тайскому боксу, по профессионалам, потому что ему этот вид спорта ближе. Да, но и пока один, соответственно, тоже, естественно, будет выступать. Очень хорошо бьет коленом Вадим Давыдов, но это понятно, учитывая базу. Смотрите, какой армейт. Плотные удары от Шаокью. Но Вадим также, мы видим, принимает эти правила игры и он вполне способен подраться. Ну, изначально, конечно, подопечный Абдул-Ибеделова, что Родион Шеремет, которого мы видели в предыдущем поединке, что Вадим Давыдов сюда выходили вот именно на эти бои, не в статусе фаворитов. Но, тем не менее, вот Шеремет задал очень неплохую трепку своему оппоненту. И сейчас Давыдов очень здорово держится. Плотный ответ от Сонг Шаокью после лоу-кика от Вадима Давыдова. Здорово, молодец. Вадим отличная серия и дальше повторная атака. Пошел вперед развивать свой успех на кураже Вадим. Но, кстати, эмоции практически Вадим не включает. Казалось бы, да, молодой парень, должны еще эмоции зашкаливать. Нет, очень четко работает по плану. Врубается сейчас в обмен ударами. Пропускает по корпусу Сонг Шаокью. И снова тяжелый фронт-кик. Да, ну и мы видим, что соперник выше. Да, хотя по графике у нас абсолютное равенство. И самое главное, он плотнее. Да, потому что совершенно очевидно, что... Вадим Давыдову это новая категория. Тем более, он боксирует сейчас только по взрослым. И тоже недавно брали у него интервью. И он сказал, что это совершенно иная стезя. Боксировать со взрослыми. С ребятами, которые старше. Которым там 22-23 года. Вот Сонгу Шаокью 21. Вот казалось бы, три года разница. А это прилично. Второй раунд. Вадим Давыдов против Сонга Шаокью. Висовая категория до 70 килограммов. И Шаокью, конечно, в очень силовой, в жесткой манере действует. То, что чувствуется, да, удары Вадима тоже достаточно точные и хлесткие. Но, тем не менее, вот каждое попадание Шаокью, оно как кувалдой буквально. То есть уже дважды отлетал буквально Вадим Давыдов после фронткиков. Вот сейчас третий, но такой больше толчок получился, чем удар. Очередной фронткик в исполнении Сонга Шаокью. Вот этот фронткик, вот кто занимался кикбоксом или тайским боксом, они знают, насколько это раздражающий удар. Вот им нельзя нокаутировать, да, очень сложно, если только в голову не попасть. Но вот когда тебя особенно встречают вот этим вот тычковым ударом, таким копьем протыкают, это очень неприятно. То есть, вроде, только дистанцию рассчитал, только начинаешь что-то выбрасывать, раз в грудь попадание. И осаживают, и осаживают. Хайкик попытался исполнить Сонг Шаокью. Колено хорошее от Вадима Патуровича. И ручками дорабатывает. Удар в прыжке ногой. Молодец, Вадим, и отлично левый сбоку затем. Услышал тренера, тут же вышел из угла Давыдов. Да, это там параллельно с Абдулоби делал, он еще и секундирует, естественно, Сусланбек Израилов. Правый прямой, плотный, но Вадим увидел, сблокировал. Еще одна двойка, все, блок. Да, иногда Давыдов застаивается, не хватает ему перемещения, чем Шаокью пользуется. Ну, Шаокью, конечно, вот такой стиве пока удобнее. Потому что Давыдов такое ощущение, что подстраивается пока под соперника. Попал в бандаж своему оппоненту Вадим. Ничего страшного, абсолютно рабочий момент, но и сейчас сам в бой сбьет Шаокью. Причем казалось, что это прям намеренно было сделано. Пропускает удары в бедро Вадим, к большому сожалению. Плотные удары у Сонга Шаокью, но и Вадим бьет не слабее. Но нельзя, нельзя ни в коем случае Вадиму здесь отдавать эпизоды. То есть соперник бьет, и сразу нужно отличать или бить самому. Ну, плюс... О, еще раз колено, там на грани фола опять был удар. Куда-то в ватерлинию попадает Сонг Шаокью. Ну, конечно, старается менять уровни своих атак. Пробивает то в корпус, то в голову. Причем часто добавляет еще лоу-кик. Локтем заходил Давыдов. Да, да, да. Ну, наверное, опять же, по старой памяти. Сейчас здорово очень Шаокью отработал. Сначала рукой по корпусу, потом лоу-кик и тут же разорвал дистанцию. Ушел, не дает возможности Давыдову перехватить и просто успеть подумать. Опять тяжелый лоу-кик. Очень много ударов в бедро, конечно, Вадим пропускает. И совершенно очевидно, что начинает наедаться Вадим. Плотность боя крайне высокая. Ты когда начинаешь, немножко теряешься, понял? Ты под него не работаешь. Заставляй его. Да, ну вот что могли мы услышали сейчас из того, что говорили Вадиму Давыдову. Да, Вадиму правильно, нужно навязывать свое. Свое, не подстраиваться под соперниками, идти у него на поводу. Ну и слова Былобеделова, ты очень много стоишь. Действительно, вот Давыдову здесь против работы вот такого типажа соперников нужно много перемещаться и заставлять того, может быть, идти на себя и прорабатывать уже на контратаках. Ну, что делать-то, в общем, понятно. Вопрос в том, есть ли сила на это. Да, и как это делать. Обменивается, обменивается. Вадим очень хорошо. Не уступает вообще ни пять, ни родной землицы, что называется. Опять отличный лоу-кик на встречу. Право-прямо плотное от Шао Кью. Коленом, надо, надо коленом бить в корпус обязательно. Но Шао Кью также принимает бой. Отличная серия. Показывает Шао Кью, что ему эти удары все равно посланную дробину. Оно лукавит, как минимум. Плотный лоу-кик от Сонга Шао Кью. Удар с разворота не докрутил вертушку. Это хорошо. Бэкфикс в исполнении Вадима. Тут же нога туда летит. Левый сбоку там. Микропауза. Буквально на долю секунды снова Шао Кью пошел вперед. Давыдов встречает Джек. Справа здорово. Отлично. Еще раз левый сбоку. Чистый бокс уже начинается в размене. Шао Кью коленом в прыжке. Ответ. Ну молодец. Вот опять же, о чем мы и говорили всегда. И когда мы видим бои Вадима Давыдова, мы рассказываем о том, что Вадим будет боксировать, вот казалось бы, когда бить уже совсем нечем. Да, вот мы все. Вот можно уже ложиться, просто накрываться белой простыней и ползти обратно в Москву. Нет, будет драться. Заметно сейчас немножко выносливости Вадима хватает. Потому что до этого очень плотный эпизод он выдал. И сейчас вынужден взять паузу, которой Шао Кью пользуется. Шао Кью как машина заведенная идет вперед. Очень часто, кстати, я вот из каратэ здесь замечаю удар Йоко Гири, так называемый удар ребром стопы в бок. То есть, ну, не самая привычная история для кикбоксинга. При этом вот уже не первый боец из Китая пробивает этот удар. И встает Вадим Давыдов на против соперника, позволяет по себе работать. Ну и главное, сам бьет, что очень важно. Показывает опять Шао Кью, чтобы был удар локтем. Но опять же, непреднамеренный. Там еще Шао Кью смещался поближе, поэтому и локтем получил. 20 секунд до завершения третьего раунда. Вертушка убрал голову Вадим вовремя. Падают руки у нашего спортсмена. Очень тяжело ему сейчас приходится. 9, 8, 7. Посмотрите, какую руку закатывает здесь Вадим Давыдов. Не отступает, бьет, бьет, бьет постоянно. Навязывает соперник. Очень плотный бой и очень устал, конечно же, очень. Вадим Давыдов. Китайские болельщики также, разумеется, довольны. А мы довольны тем, какой бой показывает Вадим. И посмотрите, как ему тяжело. Да, вымотался просто-таки на полную. Ну, хотя и подготовка была рассчитана на два боя. Потому что, напомним, да, это второй бой за две недели. Тем не менее, парень молодой, быстро восстанавливается. И Абдул Абеделов говорил, что как раз именно на вот эти события была рассчитана вся подготовка. Сейчас у Вадима будет длинный перерыв. Две недели вообще полноценного отдыха. Но при этом, конечно, Сонг Шоу Кью показывает себя очень мощным, очень сильным спортсменом. И большие проблемы он Вадиму сейчас преподнес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Дополнительный раунд. Вот так. Еще три минуты бескомпромиссной борьбы мы с вами посмотрим. Но, по-моему, Вадим Давыдов и сам не рад. Потому что он уже стоял, ожидал вердикта. Мне кажется, может быть, даже был готов к тому, что он этот бой не выиграл. Но вот еще один четвертый раунд при такой плотности. Ну, все силы действительно должен сейчас наш спортсмен будет отдать все, что осталось. Но там-то, полагаю, что осталось немного. А самое прискорбное в этой ситуации то, что Сонг Шао Кью гораздо свежее. У него как раз такой сценарий-то устраивает. Вполне. Потому что, да, конечно, пауза была чуть больше, чем одна минута. Пока... Судьи считали баллы, пока рефери объявлял результат. Но, тем не менее, смотрите, как Шао Кью здорово действует. Просто передней ногой. Лоу-кик, тут же фронт-кик. И тут же булок подставляет. Кричат, давай боксируй. Ну, понятно, что надо боксировать. Но, опять же, если есть чем, не будем забывать, что есть такое понятие, как акклиматизация. И, конечно, все наши спортсмены, которые прилетели в Китай, были ей подвержены. Потому что тут есть два правила. Ты либо прилетаешь и сразу с корабля на балл, либо ты прилетаешь и готовишься минимум за полторы недели. Если есть возможность проживать. Да, причем ключевой вопрос-то не сколько именно в разнице климата, а в разнице во времени. Конечно, конечно. Потому что ты летишь на восток, и там все совсем по-другому. Поддавливает, все время поджимает Сонг Шао Кью. И видно, насколько тяжело Вадиму, да, потому что уже начинает его немножко болтать из стороны в сторону. Это явный признак усталости. Ну, он уже просто, по сути говоря, достаивает этот поединок до конца. Стремление его, конечно, огромное. Но не хватает сил на то, чтобы забрать и вырвать победу, оставив ее в своих руках. Молодец. Сейчас здорово стыкал соперника джебом. И левый боковой хороший в исполнении Вадима. И правый заходит. Но тут же врубается. Врубается со своей атакой Сонг Шао Кью. Пропускает Давыдов. Опасно. Правый заходит у китайского бойца. Из последних сил просто сражается на морально-морально волевых качествах. Вадим Давыдов уже не знает даже, как это сказать. Идет вперед, подныривает под руки Вадима. Еще 50 секунд боксировать. При такой плотности боя еще. Опять же, кто испытывал нечто подобное и знает, они не дадут нам соврать, что каждая секунда – это час. Просто ты, если поглядываешь на секундомер, ты думаешь, что уже прошло два дня. Прошло три секунды всего-навсего. Пропадает справа и слева. Вот как рафтер Рау Пагня, ну просто диву дарешься, когда смотришь. Пропускает апперкот, отвечает боковым. Ну и все, и уже Шао Кью начинает замедляться. Но, правда, последние секунды экстра раунда идут. Ну и концовочку. Концовочку. Вперед идет Вадим Давыдов натыкается на встречные удары, которые его не останавливают. Просто принимает на себя клинч. Попадает справа Шао Кью. Все. Вот этот размет. Ну вот теперь мы можем выдохнуть тоже. В общем, я еще удивляюсь, когда Давыдов с ног просто не падает от усталости. Практически, только его канаты держат, по-моему. Да, пополз, да, до канатов. Ну, молодец, молодец. Вот таких тяжелых боев я у него еще не видел. Ни одного. Это я видел, я думал, что до этого были тяжелые бои. Нет. Главное, чтобы тенденция не усиливалась, а наоборот. То есть вот этот опыт сейчас бы набрал, и все. И здорово потом развивался, понимая свои границы и чего может. Но самое главное, что Вадим Давыдов показал себя перед китайскими промоутерами, перед китайскими организаторами. Да, и я более чем уверен, что вот турнир в ACB будет в декабре, что обязательно позовут. Да, победил Сон Шао Кью. Здесь, в общем-то, никаких вопросов нет. Но Вадим Давыдов просто красавчик, это нужно признать. Вадим Давыдов.